Каждый день приносят научные сенсации, которые противоречат нашим представлениям о жизни. Последние находки археологов опровергают учебники истории. Новейшие открытия астрономов начисто ломают знания о Вселенной. А достижения биологов рушат, казалось бы, незыблемые истины даже о жизни и смерти. Хотим мы этого или нет, но знания, накопленные человечеством, всё чаще оказываются в территории заблуждения. Ледяной апокалипсис. Почему в России резко похолодало? Будет малый ледниковый период. Глобальное потепление. Миф? Кому это было выгодно? Это сравнимо с потерями, которые мир понёс бы в случае, если бы развязалась Третья мировая война. Поворот гольфстрима. Новый великий потоп. Москва тоже не будет так безопасна, как казалось бы. Эвакуация на Луну. Когда взорвётся супервулкан? Мы не можем повлиять на глобальный природный катаклизм. В это трудно поверить, но сегодня на Земле зафиксирована самая холодная зима со времён последнего ледникового периода. Температурные рекорды бьют все показатели. Их даже не с чем сравнить. Впервые в современной истории замёрз Ниагарский водопад. Впервые за десятки тысяч лет снегом покрылись египетские пирамиды. Впервые на Земле зафиксирован абсолютный рекорд самой низкой температуры. Сейчас в Антарктиде минус 92 градуса по Цельсию. И пусть нас, россиян, не вводят в заблуждение аномально тёплое начало нашей зимы. Распустившиеся в ряде регионов под Новый год подснежники свидетельствуют о том, что наш климат уже никогда не останется прежним. И на смену тёплым дождям в декабре придут трескучие морозы в мае и июне. Потому что планета прямо сейчас вступает в новый ледниковый период, который изменит нашу жизнь до неузнаваемости уже в конце текущего года. Ледники Ледовитого океана могут наступить на континентальную часть России. А река, та же самая Москва, река, может замёрзнуть достаточно надёжно в течение длительного периода, зимнего периода. Учёные уже не сомневаются, что происходит кардинальное изменение климата на Земле. Некоторые эксперты утверждают, что существует большая вероятность вступления Земли в новый ледниковый период, который продержится пару веков. Этот процесс начнётся в 2014-2015 годах и достигнет пика к 2055 году. Будет всё-таки не обледенение земного шара, а будет малый ледниковый период. Это означает, что температура понизится всего на 1-1,5 градуса в общепланетарном масштабе. Те здания, которые построены, как промышленные, так и для жителей страны, например, панельные дома, они будут уже непригодны, потому что они не могут выдержать тот низкий уровень температуры, который наступит во время малого ледникового периода. Вот как, по мнению экспертов, будут развиваться события дальше. 2025 год. Северный ледовитый океан замерзает и превращается во вторую Антарктиду. Затем льдом покрываются Северное, Норвежское и даже Балтийское море. Застывает судоходный пролив Ла-Манш и даже никогда не замерзающие европейские реки Темза и Сена. В европейских странах начинаются 40-градусные морозы. Холодные ветры приносят с Северной Атлантики обильные снегопады. В результате все европейские аэропорты прекращают свою работу. Первыми удар стихии примут на себя жители скандинавских стран Исландии и Великобритании. Их дома не приспособлены к таким морозам. Замерзающих людей просто невозможно будет эвакуировать. В такую непогоду ни один самолет не сможет взлететь с обледеневших и занесенных снегом аэродромов. Электроснабжение прекратится. Всего за несколько месяцев Европа погрузится в кромешную углу, а затем превратится в ледяную пустыню. Но самое страшное. В аварийное состояние придут атомные электростанции, склады атомных и водородных бомб, пусковые установки ракет. То, что может произойти дальше, ученые боятся даже прогнозировать. До 40-го года понижение температуры будет, но это не будет критическим. И будет это незначительное понижение, хотя влияние, естественно, будет сказываться, но не будет еще таким критическим. А вот в 2050 году, где-то в этом, это там, уже понижение температуры будет более серьезным. Это уже температура пойдет примерно ориентировочно на 1 градус. И тогда это будет заметно для всех, особенно для северных стран. По мнению ученых, глобальное похолодание – часть цикличных процессов, которые происходят на планете. Всего в истории Земли было зафиксировано 15 ледниковых периодов по 10 тысяч лет каждый. Сейчас мы живем в конце очередного межледниковья. И надо готовиться к вступлению в следующую эру вечной зимы. Малый ледниковый период – это не что-то необычное. Это нормальный процесс для планеты. Такое случается раз в несколько столетий. Но человечество должно понимать опасность этого явления. Ведь оно способно полностью изменить нашу жизнь. В течение 400 лет, с начала 15 до середины 19 века, наша Земля переживала необычный метеорологический феномен – малый ледниковый период. В это время в Европе и Северной Америке наблюдались особенно суровые зимы с короткими летними периодами. Наиболее выраженной такая картина была в промежутке между 1645 и 1715 годом. В 1645-1715 году, когда, например, ледники наступали на жилища в Гренландии, и люди были в вынуждении покинуть остров, а тут же самое Северная Европа было, в общем-то, достаточно холодно, и этот Северный Ледовитый океан был покрыт ледом и так далее. Гренландия – самый крупный остров на Земле. 81% его территории скован многовековыми ледниками. Участки, которые не покрыты снегом, в ширину не превышают 200 метров. Даже в самый разгар лета температура здесь нередко держится на отметке 0 градусов, а зимой стоят морозы до минус 30. Правда, такой малоприятный климат в Гренландии был не всегда. Еще 800 столетий назад здесь было так же тепло, как и в современной Франции. Здесь были густые леса и цветущие поля, где жители могли пасти скот. Именно поэтому остров назвали Гренландия, в переводе «зеленая земля». Но благодаря малому ледниковому периоду цветущий остров обледенел и превратился в безжизненной пустырь. Некоторые викинги, понимая, что климат резко меняется, происходит что-то необычное, чего не происходило последние годы и даже последние десятилетия, они начали быстро оттуда ретироваться. Ну и некоторые даже не доплыли до Скандинавии, не доплыли до Родины, поскольку были затерты во льдах. Настолько быстро вот происходило оледенение. Надо сказать, что времена малого ледникового периода оказались тяжелыми и для России. Историки описывают, как в течение многих лет небывалые холода терзали. Морозы начинались уже в августе, а в сентябре древняя Русь-матушка надежно укрывалась сугробами. В европейской части России на большей территории зимы были чрезвычайно суровыми. Севернее 60-й параллели, а это параллель Санкт-Петербурга, снежный покров не сходил даже в летние месяцы. То есть даже в летние месяцы приходилось отапливать избы и ходить в таких вот теплых одеждах. Потом метели, суровые метели наблюдались даже не только в средней полосе России, но и в таких вот, по сути, полусубтропических районах, как Кубань, Ставропольский край, Черноморское побережье Кавказа. Но в течение последних десятилетий весь мир думал, что начнется потепление, а не похолодание. Откуда же возник этот миф? Глобальное потепление. Вот уже лет 30 ученые пугают человечество страшными прогнозами. Согласно их расчетам, из-за промышленных выбросов в атмосферу в ближайшие десятилетия Земля разогреется до состояния, когда начнут стремительно таять арктические льды. Мегатонны талой воды поднимут уровень мирового океана, и тогда половина городов мира уйдут под воду. Не будет Венеции, Нью-Йорка и Лондона. Парниковый эффект накроет планету, и невиданная жара сделает нашу жизнь невыносимой. Глобальное потепление. Глобальная угроза, на борьбу с которой лидеры крупнейших держав до сих пор выделяют колоссальные суммы. Однако вот странно. До недавнего времени нас пугали невыносимой жарой. А за окном метровые сугробы и рождественский мороз. Там, где его отродясь не было. Кому верить? И вот совсем недавно выяснилось, что мировая паника по поводу глобального потепления оказалась грандиозной мистификацией и научной аферой в прямом смысле этого слова. О том, что с общепризнанной теорией глобального потепления что-то не так, ученые начали шептаться несколько лет назад. Причина тому проста. Погода за окном. Она категорически не вписывается в научную теорию. Потому что вместо потепления наблюдается обратное. Июль прошлого года. Тополиный пух. Жара, а в Перу, между тем, температура ниже нуля. Впервые в истории современной цивилизации эту экзотическую страну засыпало сугробами. Летние морозы минус 20. В стране чрезвычайное положение. Плачет потомки ацтеков. Замерзают на лету слезы дочерей Монте-Сумы. Мало того, сегодня русская зима бушует и в 13 американских штатах. Трещат на морозе нежные тропические пальмы. Студенные вьюги обжигают хлопковые плантации солнечного Техаса. Именно поэтому некоторые здравомыслящие граждане Земли и сказали. Господа ученые, посмотрите в окно. Вместо обещанного вами потепления на планете настоящий ледниковый период. Прозрение, как всегда, пришло внезапно. Все началось 17 ноября 2009 года, когда в Великобритании хакеры по каким-то своим нуждам взломали сайт климатологов из Университета Восточной Англии и своим глазам не поверили. Ибо на закрытом сайте хакеры обнаружили переписку, которая обернулась грандиозным скандалом. Вот выдержка из электронной переписки ученых, которые исследовали климат планеты. Я только что добавил пару градусов температуры каждому ряду значений, чтобы скрыть снижение. Получается, что ученый специально фальсифицировал данные, чтобы подтвердить, что климат меняется. Ложность теории парникового происхождения глобального потепления была известна за десятилетия до того, как хакеры взломали переписку исследовательской группы, сочиняющей и рекламирующей эту теорию. Дело в том, что опроверг ее, причем опроверг экспериментом на натуре, великий американский физик Роберт Уильямс Робертович Вуд еще в 1909 году. То есть почти за век до того, как эта теория стала поводом для принятия важных политических решений. Когда наступит новый ледниковый период? Мы ожидаем, что буквально с 14-15 года будет уже медленнее, стабильное понижение температуры Земли. Кто придумал миф о глобальном потеплении? Там заказчик конкретно просматривался. По всей вероятности, это фирма Дюпон. Членами межправительственной группы экспертов по изменению климата получил за защиту планеты Нобелевскую премию. Юмор тут в том, что хотя теория химического разрушения озонового слоя получила Нобелевскую премию по химии, но, в общем, она не выдерживает даже самой снисходительной критики с точки зрения хоть химии, хоть физики. Она рисует настолько невозможную, даже не неправдоподобную, а просто невозможную картину процессов в атмосфере, что ни одному вменяемому химику она в голову не придет. Надо сказать, что новую теорию поддержали не все. Даже когда весь мир рукоплескал Альберту Гору, который старался спасти планету от потепления, находились ученые, которые заявляли, что эта теория полная чушь. К примеру, авторитетный американский ученый Уильям Грей, занимающийся изучением ураганов, заявил, что потепление – это сказка для дураков. К сожалению, к его мнению, тогда никто не прислушался. Ведь Альберт Гор с единомышленниками из научного мира развернули рекламную акцию в масштабах целой планеты. Посмотрите. Это кадры агитационного ролика Альберта Гора, где рассказывается, что если не снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, то человечеству просто не жить. Человеческая деятельность, такая как строительство различных станций и сжигание ископаемого топлива, угля, нефти и газа, меняет наш климат и представляет собой угрозу существованию всего человечества, как развивающимся, так и индустриальным государством. Мы уже испытываем пагубное влияние климатического кризиса на себе, и мы знаем, что нас ждут ещё более серьёзные последствия, если мы не начнём быстро действовать. Масштабы рекламной кампании, которую развернул будущий вице-президент США Альберт Гор, были настолько грандиозными, что в 2007 году он даже получил премию «Оскар» за лучший документальный фильм о проблемах глобального потепления. Зачем Альберт Гор почти 30 лет пугал мир глобальным потеплением? Что это? Искреннее заблуждение, в которое бизнесмены ввели учёные? Или какой-то расчёт? Ведь не будем забывать, что Альберт Гор не всегда был политиком. В первую очередь, это успешный бизнесмен. Сегодня многие аналитики уверены, теория глобального потепления, которую продвигал теперь уже бывший вице-президент США, являлась ничем иным, как грандиозным бизнес-проектом, который принёс баснословные идеи. Это штаб-квартира корпорации «Клейнер Перкинс». Как только в мире заговорили о потеплении, эта компания тут же начала разрабатывать так называемые «чистые технологии». Фильтры для очищения дыма на заводах, биотоплива, ветрогенераторы и солнечные батареи. Удивительное совпадение. Но генеральный директор корпорации Альберт Гор. Причина эта шкульная. Они требуют перехода с угля на газ. Они требуют перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Они требуют прекращения очень многих промышленных производств, также сопровождающихся выбросом углекислоты. Сегодня человечество потихоньку расхлёбывает последствия теории глобального потепления. Пылятся в углу нобелевская медаль за спасение мира и статуэтка Оскара за талантливую пропаганду апокалипсиса. Игра окончена. Всем спасибо. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что теория глобального потепления – не единственное заблуждение планетарного масштаба, в плену которого оказалось человечество. Было кое-что и пооригинальнее. Вспомним 1990 год. Ведущие мировые издания полны тревожных прогнозов. Гигантские озоновые дыры угрожают всему живому. Наша бедная атмосфера ползёт, как старое сукно, оставляя планету беззащитной перед солнечной радиацией, которая уничтожит на Земле всё живое. Мир опять на грани планетарной катастрофы? Но почему? Может быть, коварные инопланетяне развязали против нас межзвёздную войну? Или неизвестные науке космические силы снова бросают человечеству вызов? Нет. Учёные, на удивление, быстро нашли виновников грядущего апокалипсиса и способ, как срочно залатать озоновые дыры. В этот раз во всём оказались виноваты женщины. Это они в погоне за красотой тоннами выбрасывают в атмосферу вредный фреон, неумеренно пользуясь баллончиками с дезодорантом и лаком для волос, антистатиком, чтобы не прилипала юбка, а заодно и холодильниками. Оказывается, это газ-фреон разъедает озоновый слой, оставляя планету беззащитной перед космической радиацией. Кажется смешно, но под этими заключениями стоят подписи видных учёных. На основе этих заключений принимались международные акты и документы, запрещающие использовать в производстве зловредный фреон. Производители всего мира заставили перейти на производство холодильников и распылителей с более дорогими химическими веществами. А через несколько лет само собой выяснилось, что озоновые дыры – явление обычное. Спустя какое-то время они сами затягиваются, и женское стремление к красоте не имеет никакого отношения к озоновым дырам. Выходит, учёные опять заблуждались? Или была какая-то другая причина? Там заказчик конкретно просматривался. По всей вероятности, это фирма Дюпон, которая разработала альтернативы фреону, новые хладоагенты, которые по некоторым данным не воздействовали на озоновый слой. В итоге фреон был почти всюду исключён, новый дюпоновский хладоагент был внедрён. И о теме озоновых дыр благополучно забыли. Потом выяснилось, что и дыра каким-то образом сама рассосалась. И не факт, что она была, а может, это ошибки наблюдения. Учёные утверждают, самое главное в истории с озоновыми дырами и с потеплением даже не то, что человечество обманули, а то, что было упущено драгоценное время. Ведь на самом деле на нашей планете совсем не теплеет. Скоро на Земле начнётся маленькая ядерная зима. Последствия могут оказаться необратимыми и катастрофическими. Потери глобального ОВП будут примерно 20%. Это сравнимо с потерями, которые мир понёс бы в случае, если бы развязалась Третья мировая война. Что происходит с нашим Солнцем? Магнитная бурь на Земле – это один из стрессовых факторов. Как уберечься от магнитных бурь? В годы активного Солнца резко осложняется социальный процесс. Но почему началось глобальное похолодание? Всё дело в активности Солнца, говорят учёные. Согласно данным всех мировых обсерваторий, сегодня солнечная активность находится на самом низком уровне за последние 100 лет. Эксперты утверждают, что Земле вновь надо готовиться к так называемому минимуму Маундера. Так назвали тот самый период с 1645 по 1715 годы, когда замёрзла даже цветущая Гренландия. Оказывается, к малому ледниковому периоду привело именно долговременное снижение активности Солнца. Более того, американское агентство НАСА уже сообщило, что на Солнце происходит нечто неожиданное. Астрономы ожидали, что на 2014 год придётся максимум солнечной активности. Но она прекратилась. Причём почти полностью. Это солнечное затишье, по мнению учёных, ещё быстрее приведёт к заметным изменениям в погоде и средних температур. Мы ожидаем, что буквально с 14-15 года будет уже медленнее, стабильнее понижение температуры Земли, поскольку светимое Солнце будет падать. И мы же сейчас живём за счёт той накопленной мировой океанной энергии, которая была накоплена в течение всего 20 века. А сейчас уже мировой океан тратит накопленную энергию, поскольку Земля излучает пока что больше, чем получает от Солнца энергии. Наша звезда не просто равномерно излучает вокруг потоки заряженных частиц. Солнце живёт своей труднопредсказуемой жизнью. На его поверхности бывают пятна, вспышки и петли. И всё это означает, что оно исторгает из себя лишний объём вещества. А для нас это смертельная радиация. Каждая вспышка, вот этот взрыв на Солнце, это выброс большого размера облака, который, ну, где-то со скоростью тысячи километров в секунду через сутки примерно долетает до Земли, может мимо пройти, а может быть, как раз накрыть. Солнечный ветер – слишком красивое название для того, чтобы умереть. Каждое мгновение грандиозный термоядерный реактор по имени Солнце плюётся ядовитыми брызгами водорода, которые уничтожают на своём космическом пути всё живое. Дует этот ветер со скоростью 300 километров в секунду. Краеугольный камень теории относительности Эйнштейна и вожделенная мечта создателей космолётов будущего. Если на Солнце происходят какие-то катаклизмы, а это, значит, взрывы, это называется, из солнечных пятен вырываются вспышки рентгеновские, то эта скорость может достигать и двух тысяч километров в секунду. Единственное, надо сказать, что этот ветер не такой плотный, то есть в кубическом сантиметре может быть просто одна или несколько частиц. Но всё равно для жителей Земли вот эти параметры солнечного ветра могут существенно отказаться в чём. Проявляется это чаще всего в виде магнитной бурь. Магнитное поле – это защитный поток частиц, который образуется при вращении железного ядра планеты. Он образует оболочку, магнитосферу, которая отражает любую космическую радиацию. Солнечный ветер, направляясь к Земле, упирается в магнитное силовое поле и прорвать эту мощную оборону уже не может. Он огибает земной шар и уходит далеко в космическое пространство. Солнечный ветер останавливается на расстоянии многие-многие тысячи километров от нашей атмосферы. Исчезло магнитное поле. Солнечный ветер начинает взаимодействовать прямо с нашей атмосферой. Но бывают дни, когда звезда проявляет такую активность, что устраивает на планете настоящую катастрофу. Сильная солнечная вспышка сравнима с термоядерным взрывом колоссальной мощности. Высокоэнергетические частицы на бешеной скорости врываются в межпланетное пространство и достигают Земли за несколько часов. Удар принимает на себя магнитное поле. Оно вздрагивает и деформируется. Именно это колебание и называют магнитными бурями. Кроме этого магнитосфера, она держит ионосферу. Ионосфера – это верхние слои, значит, надоатмосферная, которая тоже стоит в зарядной части. Если мы магнит выключим, то ионосфера распадется, будут возникать озоновые дыры огромные, и зияние в атмосфере. И тогда уже другая неприятная, значит, может произойти вещь, потому что жёсткая гамма-излучение, которое существует в космосе, да, будет достигать поверхность Земли, то есть всё будет облучаться рентгеновскими лучами со всеми вытекающими последствиями, и всё живое может от этого делать сильное пострадание. Магнитные бури очень опасны. Каждую секунду в человеческом организме протекают электрохимические реакции. В составе крови много железа, и поэтому мы реагируем на магнитную бурю. Особенно часто в такие дни происходят инсульты, гипертонические кризы, инфаркты. Магнитная буря на Земле – это один из стрессовых факторов. Есть такая теория, что выделяются гормоны дополнительно, и это вот тот же адреналин. Выделяется – это стресс, да? Причём они выделяются неосознанно для нас. Не потому, что мы там ждём какого-нибудь события, экзамена, или собираемся бежать на 100 метров, а они выделяются именно во время магнитной бури. Однако в природе всё устроено гармонично, и даже геомагнитные бури могут оказаться полезными. Удалось отследить, что пики активности у гениальных людей связаны с Солнцем. Определённые ситуации космической погоды способствуют творчеству. Значит, в этом тоже, если вдуматься, нет ничего такого экстраординарного, просто потому что вдохновение, да, вот, это очень тонкое психическое состояние. И если влияние есть на психику, оно есть на все стороны психики, в том числе на вероятность наступления вдохновения. С циклами Солнца связана и социальная активность. Это открыл Александр Чижевский, российский и советский гениальный учёный. Он в шутку называл себя Солнцепоклонником. Во всякую погоду выносил во двор телескоп и зарисовывал солнечные пятна. Он ещё в 1914 году, когда отец оказался на войне, повесил у себя карту Европы над кроватью и отмечал там передвижение войск неприятелей русских белыми и чёрными флажками. Но он уже и в это время интересовался солнечными пятнами. Отец купил ему два настоящих телескопа секретарного Эйнфельда. И Чижевский в эти телескопы наблюдал солнечные пятна, зарисовывал их. И однажды он обнаружил, что в те дни, когда больше всего приходится возиться с перестанок и флажков на карте, в эти дни приходится больше всего зарисовывать солнечных пятен, проходящих через центральный меридиан Солнца. Чтобы обосновать и подтвердить свои идеи, Чижевскому требовался большой статистический материал. Оказалось, космические излучения влияют на ход всей истории. Революции и войны происходят в момент вспышек на Солнце. Все его работы с ранних лет основывались на серьезном и глубочайшем математическом анализе. Все. Он специально даже изучал математику и статистику в бывшем коммерческом институте. Сейчас это Плехановская академия. И это, конечно, очень важно, потому что у него не было никаких просто теоретических построений. Все его выводы, все результаты, но вот результаты, которые он уже выносил на суд научной общественности, базировались на математическом анализе. На Международном конгрессе по биофизике и космической биологии в 1939 году в Нью-Йорке Чижевского единогласно избирают почетным председателем. Мало кто знает, что советского ученого уже тогда называют Леонардо да Винчи 20 века. Его выдвигают на соискание Нобелевской премии. Однако ученый от такой чести неожиданно отказывается. Причина проста. Его не выпускают из страны. Известно, что сам Сталин относился к Чижевскому с большим уважением. Даже лично вручил ему сталинскую премию. Но государственные интересы оказались выше личных симпатий даже самого Сталина. 8 лет лагерей и еще 8 лет ссылки вместо Нобелевской премии. И, между прочим, многие считали, что Чижевский еще легко отделался. Политически незрелая мысль о том, что все социальные катаклизмы на Земле это результат солнечной активности и даже Великая Октябрьская революция в этом процессе не исключение вполне тянула на высшую меру. Самое главное, вот как указал Чижевский, в годы активного солнца резко осложняются социальные процессы в обществе, во многих странах, почти одновременно на всем земном шаре. Мировая статистика по терактам подарила ученым еще одно подтверждение правоты Чижевского. Террористы-смертники обычно выполняли свое последнее задание в активные солнечные периоды. Солнце явно влияло на мышление главарей банд во всем мире, равно как и на количестве преступлений, совершенных в состоянии аффекта. Значительная часть террористов, самоубийцы, только скрытые. Соответствующие психологические исследования показывают, что большая часть удачных актов террористических связана как раз с тем, что человеку нисколько не жалко своей жизни. Он идет сознательно просто на встречу своей гибели. Поэтому в статистике террористических актов обязательно присутствуют попытки суицида. И такие попытки контролируются в общем-то тоже космической погодой. Возможно, этот процесс будет только продолжаться. когда погаснет солнце. Солнце начнет расширяться постепенно. Сколько опасных астероидов летает возле Земли? А если еще больше, то это просто конец Земле-цивилизации. Наше Солнце не вечно. Оно распыляет свое вещество в космос, теряя каждую секунду миллион тонн. И этот процесс необратим. Когда закончатся водород и гелий, звезда станет красным гигантом. Это означает, что постепенно она раздуется до немыслимых размеров. Свет ее станет из золотого багрова. Солнце начнет расширяться постепенно. И в процессе своего расширения оно пройдет орбиту Меркурия, Венеры и Земли тоже. Поглощая их и превращая их в расплав. Конец наверное будет такой. Потом Солнце сбросит свою оболочку. Остывающая звезда прекратит выделять энергию и начнет ее поглощать. В итоге оно превратится в белый карлик, вокруг которого будут вращаться остатки планет Солнечной системы. Белый карлик это такое довольно-таки замысловатое образование. Это объект размером примерно с Землю и массой примерно с Солнцем. То есть вот когда термоядерные реакции на Солнце погаснут, вот это плотное внутреннее ядро останется. Внешняя оболочка, которая содержит незначительную часть массы Солнца, разлетится в стороны. А вот это углеродно-кислородное ядро очень плотное и очень маленькое оно как раз останется и превратится вот в этот вот странный объект. Очень горячий поначалу, но потом он постепенно будет остывать. Половину своей жизни Солнце уже прожило. Когда жизнь звезды приблизится к закату, людям придется искать себе другую систему с новой планетой для обитания. Но до того времени, когда погаснет наше Солнце, осталось более 4 миллиардов лет. И скорее оно осветит гибель человечества, чем мы доживем до смерти нашей звезды. По последним данным ученых, астероидная опасность, которая подвергается наша планета, увеличивается от десятилетия к десятилетию. Подсчитано, что если за последние 500 лет на Землю упало около 3000 астероидов, то только за последние полвека эта статистика увеличилась почти в 6 раз. Совсем недавно ученые выяснили, с чем связан такой рост астероидной угрозы. Все дело в нашей спутнице Луне, вернее, в лунной гравитации, которая притягивает незваных гостей. Сейчас астрономы открыли несколько сотен тысяч астероидов, которые летают в Солнечной системе и которые представляют собой вполне осознаваемую угрозу. Это тела, размера которых свыше там нескольких десятков метров или сотен метров и падение каждого из них может вызвать катастрофу либо локальную, либо даже глобальную. Когда Луна проплывает в ночном небе над нашими головами, она притягивает к себе все, что попадает в ее гравитационное поле. Земля с этой лунной гравитацией вынуждена бороться. Из-за этого ее атмосферный слой как бы изнашивается и становится тоньше. А раз атмосфера тоньше, значит кометы и астероиды, входя в нее, не будут наполовину сгорать. Все вещество их поверхности останется целым. И Земле придется пережить всю мощь космического удара. Если падает астероид 140 метров в диаметре, это региональная катастрофа может быть. Региональная. А если километровая и больше, это глобальная катастрофа. А если еще больше, то это просто конец Земле цивилизации. Луна таит в себе и еще одну опасность. Ее притяжение настолько сильное, что под его воздействием воды Мирового океана как бы выгибаются ей навстречу. На Земле возникают приливы и отливы. Когда Луна, двигаясь по своей орбите, приближается к нашей планете, наступает прилив. А когда отдаляется, наступает отлив. Из-за этих океанских приливов и отливов между поверхностью Земли и водами Мирового океана возникает сила трения. Это приводит к тому, что скорость вращения нашей планеты вокруг своей оси постоянно замедляется. А значит, земные сутки становятся длиннее. Сама вращение Земли изменяется, уменьшается все время. Увеличивается день, все время будет увеличиваться. Это процесс такой идет. Все время будет увеличиваться день. А год остается. Год так и есть год. А вот часов будет больше. Календарь придется переделывать. На сутки будут 50 часов. Но это миллиарды лет. Такое торможение нашей планеты под действием Луны происходит постоянно. Это продолжается уже 4,5 миллиарда лет. С тех пор, как на Земле сформировались океаны. 3 миллиарда лет тому назад земные сутки составляли всего 9 часов. Когда 530 миллионов лет назад на нашей планете обитали доисторические животные, сутки длились 21 час. А вот для динозавров, живших 100 миллионов лет назад, день длился 23 часа. Сейчас сутки растянулись уже до 24 часов. Наша планета может и вовсе остановиться, но случится это не раньше, чем через несколько миллионов лет. правда проблемы у земля могут начаться гораздо раньше. Величение дня приведет к серьезным изменениям климата на земле, наверняка появятся новые ледниковые периоды, чем возможна такая ситуация, когда день на земле станет равным его году, тогда земля будет повернута к солнцу опять же одной стороной и начнется уже описанный цикл глобальных катастроф. 19 марта 2011 года наша планета возможно стала еще на один шаг ближе к катастрофе планетарного масштаба. В этот день произошло суперлуния, как его называют ученые. Луна приблизилась к Земле на рекордно близкое расстояние 356 тысяч километров. Это на целых 7 тысяч километров ближе, чем обычно. По мнению некоторых ученых, именно суперлуния и стала причиной разрушительного землетрясения в Японии, которое случилось в 2011 году. Каждые 19 лет Луна проходит точку перигея, когда она находится максимально близко к Земле. и это может вызвать определенные катастрофические события. Когда Луна подошла поближе, так вот, стала приближаться, скажем, к этой точке, то был процесс запущен вот этих резонансов, которые начали трясти Землю, привели вот к этому землетрясению в Японии. Сейчас основная масса океанских вод сосредоточена у экватора и удерживается исключительно за счет вращения Земли. Если скорость этого вращения уменьшится, то вода отхлынет к полюсам. На планете начнутся глобальные катаклизмы. Северные страны уйдут под воду, а Тихий океан обмелеет. Температура на планете начнет резко колебаться. Исчезнут времена года. А когда Земля остановится совсем, планету ждет настоящий хаос. Со стороны это будет выглядеть как будто гигантский шар, который несется в пространстве со скоростью 1800 километров в час, внезапно останавливается на полном ходу. А все, что есть на его поверхности, реки, горы, моря и океаны, продолжают двигаться с бешеной скоростью и сметают все на своем пути. Однако на климат нашей планеты влияет не только скорость вращения Земли, но и мировой океан. Например, Гальфстрим – горячее океаническое течение нашей планеты. Оно начинается в Мексиканском заливе и идет вдоль западного побережья Северной Америки на северо-восток в сторону Европы. Именно благодаря Гальфстриму никогда не замерзает порт Мурманск, который, как известно, находится за полярным кругом. И даже лютых морозов. По крайней мере, так было до недавнего времени. К примеру, в Канаде северные 60-го градуса северной широты уже начинается тундра. А в Финляндии, Швеции и Норвегии, находящихся на той же широте, растут лиственные леса и сочная луга. Однако ученые бьют тревогу. За последние два года Гальфстрим отклонился от прежнего направления на 800 километров. И теперь вместо того, чтобы двигаться на северо-восток и отапливать Европу, теплое течение поворачивает на северо-запад, в сторону Канады. Если это отклонение окажется постоянным, и Гальфстрим никогда больше не направится в Северную Атлантику, на Земле случится глобальная катастрофа. Как изменится климат в ближайшие годы? Зимы станут такие более суровые, лето, летний период станет меньшим. Какие земли будут пригодны для жизни? Если мы начнем готовиться сейчас уже к грязи, гублобальным похолоданиям, то мы можем в значительности перелетерализовать леньями глубокого похолодания. Гальфстрим растопит льды Гренландии. Основная масса воды хлынет на материк и фактически смоет с лица Земли всю Северную Америку. Все это приведет в движение земные плиты. На планете начнутся землетрясения, извержения вулканов, цунами. По прогнозам ученых, все это случится всего за несколько недель, а возможно за несколько дней. Две трети населения планеты вымрет практически мгновенно. В восточном полушарии, Европе, Азии, даже Африки, начнется новый ледниковый период, в то время как западное полушарие буквально смоет огромными массами воды. Если Гренландия начнет таять, или даже хотя бы половина этого гигантского ледника растает, вот что случится с уровнем мирового океана в западном полушарии. Вот что будет с Сан-Франциско. Тысячи людей живут в области затопления. Голландия одна из самых низменных стран будет полностью затоплена. Под воду уйдет Пекин вместе с десятками миллионов людей. И что еще страшнее, Шанхай, где 40 миллионов человек. А самое страшное случится позже. По подсчетам ученых, через 10 лет после того, как Гольфстрим поменяет направление, течение может остановиться совсем. К такому выводу пришел итальянский ученый Жан-Луиджи Зангарри. В качестве подтверждения своей теории Зангарри ссылается вот на эти снимки. Они сделаны из земной орбиты спутниками НАСА в мае 2010 года. Сразу после аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. На снимках четко видно, как Гольфстрим делится на два гигантских водоворота. В итоге течение стремительно теряет скорость и останавливается. А это значит, что механизм апокалипсиса планеты Земля уже пришел в действие. Чтобы проверить гипотезу итальянского ученого, который утверждает, что теплый Гольфстрим действительно замедляет свое течение, канадские исследователи пошли на любопытный эксперимент. Они разработали специальный краситель и в контейнерах погрузили его на глубину 900 метров в Мексиканском заливе. Там контейнеры автоматически раскрылись и краситель двинулся по маршруту течения. Сегодня за перемещением водных масс через спутник НАСА следят затаив дыхание ученые всего мира. К сожалению, гипотеза итальянского ученого подтверждается. Окрашенная вода изменила привычному маршруту течения Гольфстрим. И вместо того, чтобы двигаться в сторону Европы, ушла на 800 километров к западу и теперь движется в сторону Гренландии. Именно поэтому, как считают ученые, начиная с прошлой зимы в Канаде наступило аномальное потепление. Вместо морозов в Канаде вот уже вторую зиму подряд плюс 10 градусов и дождь. Зато в традиционно теплой Европе невиданное похолодание, морозы и снегопады. В этом году там градусов на 5-7 выше нормы, то есть там зима, по сути, еще не началась, снега толком не было. Судя по всему, речь идет действительно о океанской аномалии, то есть по всей видимости холодные, воды холодного лабрадорского течения, они вообще лабрадорское течение активность свою снизила, температура поверхности океана повысилась. Геологи утверждают, это еще не самое страшное. Гораздо опаснее, что когда весь Северный Ледовитый океан и вся Европа станут одним большим ледником, это увеличит давление на земную кору. Она прогнется и достигнет критического значения. Зато с другого конца летосферная плита, следуя простым законам физики, напротив, поднимется. В итоге самый глубокий в мире Тихоокеанский желоб треснет по линии Аляска-Курилы и Японские острова. За ним последует мощнейшее по силе цунами извержение подводных вулканов. Цунами будет такой силой, что смоет оставшуюся часть суши. Китай, Индию, Австралию и дойдет даже до Южной Америки. Если это случится, то теплые водные массы просто не будут доходить до Великобритании и западной части Европейского континента. Они превратятся в замерзшую пустыню. Станет холоднее и на северо-востоке России. Большую часть нашей страны покроет вечная мерзлота. Зимы станут такие более суровые, лето, летний период станет меньшим. Ну, а в перспективе, наверное, следует ожидать и то, что Балтийское море станет замерзать уже более устойчиво, не только в части Ботнического залива, ну и уже Финский залив. Не исключаю, что и начнут замерзать каналы Голландии, Москва-река уже начнет покрываться льдом, наверное, вот на всем своем протяжении. Соответственно, уменьшится леготационный период, который сейчас наоборот увеличивается, да, и ведутся разговоры о том, что вот в Московской области можно выращивать не только яблоки, но и персики. Ученые уверены, несмотря на все трудности, человечество не погибнет, хотя жизнь на планете станет намного труднее. Не сомневаются они и в другом. Если бы человечество вместо глобального потепления последние 35 лет готовилось к долгой зиме на планете, то мы могли бы успешно противостоять резкой смене температур. Если мы начнем готовиться сейчас уже к грязышам глобальным похолоданиям, то мы можем в значительной степени нейтрализовать влияние этого глубокого похолодания. И самое главное сейчас наша задача это направить все усилия на рост экономики страны для того, чтобы рост экономики приведет к ослаблению влияния глубокого похолодания климата. Удивительно, но самые разрушительные землетрясения за всю историю человеческой цивилизации произошли в начале 21 века. Более четверти миллиона унесла только трагедия 12 января 2010 года на Гаити. Еще более 230 тысяч погибли во время цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. Получается, что природа наносит по нашей цивилизации все более сокрушительные удары. Мы не можем повлиять на глобальные природные катаклизмы, мы не можем повлиять на супервулканы, на землетрясения, на цунами. Вот природа может нам повредить элементарно. У нее столько приемов, с помощью которых можно уничтожить просто человечество. Ученые заговорили о начале некоего процесса в глубинах планеты. Недры уже сотрясаются там, где никогда не ждали сильных толчков. землетрясения 1995 года. Эти кадры безмятежной провинциальной жизни невозможно будет снять еще раз. Здесь запечатлен город, которого больше нет. Нефтегорск принял на себя всю мощь самого разрушительного землетрясения в истории России. Дочка моя очень долго все время снился поселок, вот как он рушится. Поселок городского типа был построен на Сахалине для нефтяника. Из трех тысяч жителей основная часть работала в топливной компании. Остальные обслуживали город. 28 мая 1995 года в нефтегорской школе прозвенел последний звонок. На дискотеку собирались и выпускники прошлых лет. Вся молодежь города. Дочь и сын Бубенцовых в последний момент решили не идти. Это спасло им жизнь. Устали и никуда не пошли. Вот мы дома остались. Ее подруги и друзья как раз и ходили. Все электронные часы в городе застыли на это мгновение. Час ночи и 4 минуты. Поселок мирно засыпал. Ничто не предвещало тревоги. Никто не ждал опасности. Сидела за столом и такой момент был что я говорю сейчас я чашечки с полосом и чай пили. Я говорю вот если бы я к Ракове не подошла от меня бы мокрое место осталось. Я только поднимаюсь со стула и лечу. И только объявили последний танец на школьной дискотеке как город рухнул вон. Школа похоронила под своими сводами едва ли не всех выпускников. Пятиэтажки будто картонные начали складываться одна за другой. С вертолетов еще долго была видна многокилометровая трещина в земле расколовшая Нефтегорск на две части. В полном мраке среди развалин начали вспыхивать пожары бытового газа. В одной части оборвалась связь и электричество. Первое ощущение когда мы из дома выбежали слава богу все живы. Вышли на улицу глянули а поселка вообще нету. Сначала ужас был натуральный ужас был. Тысячи людей оказались зажатыми в разваленных домах. Жители голыми руками расчищали бетонные плиты. Рвали просто не на перевязку раненого. Пострадавшие от стихии не могли позвать на помощь. Никто в целом мире не знал что Нефтегорска больше нет. Да и дороги к нему тоже разрушились. Первая помощь извне пришла на вертолетах только через 17 часов. Муж мой потом трое суток помогал вытаскивал. Много в общем-то я не знаю сколько человек пять шесть наверное спас. Подземные толщки потом оценили в 10 баллов. В Нефтегорске не осталось ни одного целого здания. В ту страшную ночь там погибло 2040 человек. После землетрясения Нефтегорск был ликвидирован. Развалены снесены. Все что осталось сегодня траурные таблички с номерами домов на месте пятиэтажа и кладбище где у всех почивших одна и та же дата смерти. В годовщину трагедии уцелевшие жители Нефтегорска приходят к могилам и мемориалу погибшим. Та трещина в земной коре разделила их жизнь пополам до землетрясения и после. Почему земля трещит по швам? То есть это начало разделения континентов и так далее. Когда мирный атом станет угрозой цивилизации? Загрязнение будет выше допустимых норм, когда люди просто будут гибнуть уже без какого-то внешнего воздействия. В начале апреля 2011-го огромный тектонический разлом рассек территорию Азербайджана надвое с севера на юг. Гигантская трещина на поверхности земли достигает ширины двух метров. Этому уникальному, как сообщается геологическому событию, предшествовали небольшие региональные толчки силой 2-3 балла. Геологи, кто занимается состоянием поверхности земли, земной коры, просто схватились за голову. Это начало разделения континентов и так далее. Конечно, это не за один день, не за один год делается, но тем не менее то, что планета среагирует, это абсолютно точно. Часть экспертов предполагает, что аномальное движение тектонических плит в Азербайджане это отклик на события в Японии. Весь месяц до этого страну трясло, она задыхалась в радиоактивных испарениях. Ольга Мацак в момент землетрясения находилась в Токио. Первый подземный толчок случился глубокой ночью, когда жители мегаполиса спали. Полуодетые люди в панике стали покидать дома и бежали в парк. Мы выбегаем и понимаем, что все на улице ходуном ходит. И невозможно стоять на земле вообще. Самый сильный толчок, я помню. Мы начали бояться, что начнет рушиться здание, потому что очень сильно начало трясти, прям безумно. Дальнейшие события в городе напоминали страшные кадры из фильма ужасов. Люди не верили своим глазам. Дома дрожали, как листья на ветру. Дороги изгибались подобно атласным лентам. Асфальт лопался, как яичная скорлупа. Но это было только начало, потому что со стороны океана навстречу двигалась гигантская волна. Ольга Мацак и другие русские около неделю прожили в страшном напряжении. Буквально в ожидании смерти. В супермаркетах заканчивалась еда и вода. СМИ передавали тревожные новости с побережья. Мы начали все скооперироваться, как-то вылететь оттуда, потому что прекрасно понимали, что родители в шоке. Мы не могли дозвониться, во-первых, ни на кого связи вообще не было. Покинуть зону бедствия оказалось нелегко. Добраться до аэропорта подражающей дороги вдоль бушующего океана было полдела. Билеты в Россию стоили бешеные деньги и их не продавали. Россияне чудом улетели на родину за три часа до того, как радиация достигла Токио. Небывалая сейсмическая активность и накопленный ядерный арсенал вполне могут устроить на планете эффект ядерной зимы. Ядерным оружием сегодня обладают восемь мировых держав. Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль. Подозревают в изготовлении сил ядерного сдерживания еще Северную Корею и Иран. Официально общее количество боеголовок около 20 тысяч. Чтобы погубить планету, достаточно взорвать всего 50. Загрязнение будет выше допустимых норм, когда люди просто будут гибнуть уже без какого-то внешнего воздействия просто от того уровня радиации, который будет находиться в это время на территории проживания населения. Ядерная война скорее всего так и останется в учебниках истории 20 века. Но мирный атом во время землетрясения представляет еще большую опасность. еще всего одна-две аварии на атомных станциях. И это будет пострашнее войны. Если посмотреть на последствия такой же катастрофы, как случилось в Чернобыле на сегодняшний день, я думаю, что в частности в России, если это случится, то последствия будут гораздо более серьезные, чем они были 20 с небольшим лет назад. Почему? Потому что на сегодняшний день определяет не техника, определяют больше люди, возможности опасности каких-то катастроф. Землетрясение разрушит все постройки. Во время ядерной зимы тьма и холод окутают землю. Воздух превратится в ядовитую черную пелену. Солнечные лучи не смогут проникнуть сквозь нее и температура упадет до минус 25 градусов. Все живое погибнет от лучевой болезни, переохлаждения, голода и эпидемии. До 5 миллиардов человек может поигнуть. И возможно, если начнутся взрываться атомные электростанции повсеместно, везде, вот так, неожиданно, и не смогут их предуприть, то может быть возможно, что и действительно все поигнет. потому что радиация вещь нешуточная и может быть очень плохо. А кроме атомных электростанций еще склады термоядерных бомб, которые могут тоже взорваться. Этот безжизненный зимний пейзаж таит смертельную опасность. Угрозу нельзя ощутить органами чувств. Однако увидеть вот эту табличку и не покинуть местность немедленно, значит подписать себе приговор. Село Муслюмова Челябинской области Русская Хиросима. Более полувека зона повышенной радиационной опасности. Сейчас 70 тысяч боеголовок только хранится в Маяке. Миллиард 200 миллионов кюри только захоронено. Чернобыль выкинула 50 миллионов всего. Напомню, что химкомбинат Маяк был создан сразу после войны для производства ядерных боеголовок и очистки топлива атомных субмарин. В 52 году здесь произошла авария и залповый выброс плутония. А в 57 году еще один взрыв. Именно после этого жители окрестных сел начали переселять. однако было поздно. И вот там есть у нас село Метленок было вернее 76 процентов населения заболело лейкемией. И вот тогда они начали вроде как бить треволу. Людям ничего не сказали, сказали, что это типа желтуха какая-то. Местные жители оказались заражены радиацией. А пока оценили масштаб бедствия, подросли дети с генетическими мутациями. В организме облученного человека калий и кальций необходимые для роста костей заменил стронцин металл применяемый в восстановлении урана. У меня сейчас только половина радиации из меня вышла. То есть распалась. И плюс он имеет способность накапливаться. То есть вот я схватил его там в 5-6 лет потом опять добавлю. Так мне опять надо 50 лет ждать когда половина от этого распадется. То есть пусть меня похоронят где-нибудь там в пустыне Сахара и когда проверят спектральный анализ они будут знать что человек из мусульного то есть в костях это еще останется там 200-300 лет будет. Как происходят самые страшные землетрясения? Когда он стал извергаться пепловая туча 4 раза обогнула земной шахт. Когда проснутся недра планеты от супер мы никуда не можем эвакуироваться единственное куда мы можем на Луну или на Марс Гасман Каберов родился и вырос в Мусульмаво все в селе знали что вода и земля заражены радиацией жители с детства страдают кровоточивостью десен ломотой в суставах синдромом хронической усталости лейкемии вот внуку 3 годика и плачет спрашиваем почему ты плачешь он говорит вот у меня ноги болят и показывает на суставы ночью просыпается ноги болят руки болят у детей дыхательные органы у всех этот бронхит порождает на этой зараженной земле каждый третий ребенок рождается с уродствами несовместимыми с жизнью у каждого второго злокачественная опухоль при этом люди стараются вести обычный образ жизни за полвека уже приспособились в крови муслюмовцев есть клетки которые побеждают рак то есть прошел естественный отбор муслюмов те которые должны были не родиться там выкидыши были хотя много было и действительно уродов там и русалка рождалась и все такое каждый из проживающих здесь мог бы покинуть зараженные земли но уже слишком поздно радиация из организма не исчезнет даже после смерти таков период распада радиоактивных веществ и куда бы этот человек не уехал он снова и снова будет сам себя облучать после неких аварий значит территории не обеззаражены остаются значит и рядом с ними живут люди но ведь это не потому что произошла авария да а потому что там соответствующие чиновники или как скажем административные люди кто должен был решить проблему не нашел возможности значит отселить своевременно людей попавших в беду в связи с аномальной сейсмической активностью в последнее время ученые заговорили о супервулканах это самое страшное на сегодня реальные угрозы биосфере планеты и в первую очередь людям мощность извержения супервулканов в сотни раз больше обычных огромное количество магмы копится в их недрах тысячи лет чтобы потом излиться на поверхность с чудовищной силой способны уничтожить континенты от супервулкана мы никуда не можем эвакуироваться единственное куда мы можем на Луну или на Марс согласно древним источникам извержение супервулкана на Санторине произошло в 1640 году до нашей эры и до сих пор оно считается самым мощным за всю историю человечества грандиозное извержение продолжалось несколько дней за это время вулкан выбросил в атмосферу такое количество пепла что большая часть планеты погрузилась в сумерки это повлекло изменение климата на долгие столетия когда он стал извергаться пепловая туча четыре раза обогнула земной шар и сейсмическая волна когда извержение происходит идет землетрясение еще понимаете волна вот как отброшенного в лужу с ровной поверхностью камня расходятся круги интерференции так и здесь происходит волна от сейсмическая волна от извержения больше всего пострадал сам Санторини остров засыпало слоем раскаленной золы высотой 30 метров но самое страшное произошло когда внезапно кратер вулкана провалился на его месте образовалась огромная воронка площадью в 40 квадратных километров и глубиной в 400 метров которая моментально начала заполняться морской водой раскаленное жерло вулкана превратилось в огромный бурлящий котел вода соединившись с лавой вызвала мощнейший взрыв от него в Эгейском море поднялось цунами волны достигающие в высоту почти 20 метров обрушились на остров Крит и полностью уничтожили древнейшую в Европе высоко развитую минойскую цивилизацию была так называемая минойская цивилизация там жили люди были города были постройки занимались земледелием и все это в один миг рухнуло страшное было извержение волна высота волны была 18 метров это пятиэтажный дом больше даже погибли люди десятки сотни тысяч людей погибла вся цивилизация по словам ученых то что произошло на Санторине три с половиной тысячи лет назад может повториться в любой момент ведь супервулкан вновь пробуждается первые признаки его активности геофизики заметили еще в январе 2011 года тогда в районе кратера была зафиксирована серия небольших землетрясений за активностью вулкана тут же установили непрерывные наблюдения не только с земли но и из космоса вскоре ученые сделали сенсационное открытие ландшафт архипелага Санторини заметно изменился некоторые острова поднялись выше своего прежнего уровня на 8 сантиметров причем произошло это всего за несколько недель геофизики утверждают такое может быть только в одном случае если под вулканом скопилось большое количество свежей магмы если обычно такое количество лавы накапливалось за 10-20 лет то теперь вулкан собрал столько же магмы всего за год геофизики опасаются если вулканическая полость будет заполняться такими же темпами и дальше сильное извержение будет неизбежно и тогда история многовековой давности повторится почему пробуждаются древние вулканы они конечно будут извергаться на порядок мощнейшим все то что где взорвется земля начаться это может в любом моменте то от США просто ничего не останется мало того если новое извержение Санторини все же случится то это может повлиять на климат всей земли ведь такое мощное извержение разбудит самый страшный вулкан на планете Йеллоустоунский супервулкан он находится на территории США в штате Вайоминг этот вулкан считается спящим потому что последний раз он извергался 600 тысяч лет назад тогда это привело к настоящей катастрофе вот так супервулкан выглядит из космоса он совсем не похож на обычный вулкан нет ни возвышенности ни кратера только гигантская впадина размером почти в 4000 квадратных километров в ней поместилось бы три Москвы по словам ученых именно такое необычное строение супервулкана таит большую опасность ученые утверждают извержение Йеллоустоунского супервулкана станет самым мощным за всю историю существования нашей планеты это будет невероятный по силе взрыв раскаленная магма разломит земную кору и все что находится над супервулканом провалится под землю смертоносная смесь горячего газа пепла и камней разлетится на 10 тысяч квадратных километров и покроет всю территорию США вулканической лавой ее температура будет достигать 800 градусов по Цельсию в первую же минуту погибнут сотни тысяч человек такую неутешительную картину сегодня рисуют некоторые ученые супервулканы имеют объем извержения больше тысячи кубических километров это больше чем все то все карьеры все шахты все то что человек добыл когда-либо из земли и даже собирается добывать по прогнозам ученых супервулкан будет бушевать несколько недель за это время он выбросит в атмосферу столько пепла что солнце не сможет пробиться через густые облака и земля начнет остывать считается что это будет похолодание на несколько лет или может быть десятка лет причем глобально поэтому это будет и не урожай и проблемы с климатом хуже всего что огромная масса вещества пепла мелких частичек поднимаются в верхние слои атмосферы разносятся по всей планете и вызывают глобальный климатический эффект этих спящих титанов на планете известно пять но возможно не все еще открыты супервулканы внешне не похожи на обычные вулканы это непривычная гора а гигантская котлообразная впадина кальдера когда магма находится близко к поверхности земли она не извергается сразу а заполняет огромные подземные пустоты потом просачивается сквозь трещины в скалах пока не взломает поверхность на много километров вокруг кальдера например Елоустон Елоустонского парка она равна 2700 квадратных километров то есть это на минуточку 900 квадратных километров это площадь Москвы сейчас вот три Москвы туда могут поместиться вот такая вот дыра извергающая из себя миллиарды миллиарды миллионы кубометров кубы километров расплавленной лавы извергается он раз в 600 тысяч лет уже низкое извержение было и последний раз он извергался 630 тысяч лет назад то есть в принципе время уже подошло ученые утверждают если супервулкан проснется он способен будет вызвать землетрясения которые в свою очередь разбудят десятки других вулканов во всех уголках планеты но почему вдруг супервулкан который все давно считали потухшим начал просыпаться именно в наши дни ученые построили компьютерную модель и выяснилось что у этого вулкана очень большой интервал между периодами активности он извергается примерно раз в 600 тысяч лет как назло последний раз это как раз и было 600 тысяч лет назад считаем что у Элустона последнее было 600 тысяч лет назад предыдущее примерно миллион двести еще предыдущее примерно миллион восемьсот поэтому сейчас такое внимание к Элустону геологи ведут постоянный мониторинг подземных процессов их расчеты звучат невесело сейчас подземный резервуар Еллоустонского вулкана заполняется магмой с угрожающей скоростью за последние 100 лет уровень поднялся на 75 сантиметров американцы уже составили компьютерную модель катастрофы по расчетам исследователей Еллоустон начнет свое извержение в ближайшие 60 лет точную дату ученые установить не могут однако предупреждают чем дольше супервулкан дремлет тем разрушительнее будут последствия его извержения чтобы предотвратить катастрофу планетарного масштаба вулканологи уже сегодня разрабатывают способы усмирения супервулкана например ученые из Японии предлагают просверлить 20-ти километровые отверстия по периметру огромного кратера тогда взрыва супервулкана удастся избежать а раскаленная магма будет извергаться на поверхность постепенно правда у плана японских разработчиков есть один существенный недостаток установки способные бурить скважины такой глубины еще не изобретены а времени чтобы их построить остается все меньше может случиться так что довести до ума гигантские бурильные установки ученые просто-напросто не успеют в некоторых местах известно что магма подошла к поверхности на глубину 4 километра это минимум практически тоньше чем яичная скорлупа если сравнить эксперты рисуют картину вероятного апокалипсиса примерно так перед извержением на площади трех штатов произойдет сильное землетрясение расплавленные породы прорвутся наружу лавы будет столько что она покроет всю территорию США слоем толщиной в 15 сантиметров десятки тысяч людей погибнут в первые же минуты катаклизма выпавший пепел принесет гибель животным и голод людям тучи вулканического пепла закроют солнце на планете резко похолодает наступит то что называют вулканической или ядерной зимой а потом лед покроет обширные территории которые станут непригодными для жизни такой вот неприятный прогноз начаться это может в любой момент то от США просто ничего не останется просто ничего нам тоже не поздоровится потому что извержение такого вулкана огромного вулкана оно инициирует извержение сотен вулканов во всех местах земного шара причем мы не будем знать даже где то есть вот рванет и все то есть будет рвать по всему по всему свету мало того что полностью будет уничтожена земля цивилизации нет люди какие-то останутся безусловно безусловно но это будет каменный век то есть это будет все отброшено в экосистеме земли все взаимосвязано сейсмическая активность может стать причиной другого стихийного бедствия спящий вулкан Казбек преподнес ученым зловещий сюрприз в нем оказалось достаточно тепла для выброса магматических газов они копились под ледником колка а когда их давление стало критическим произошел взрыв и 22 миллиона тонн льда и горных пород неожиданно рухнули в долину Кармадонского ущелья лавина вышел прямо вон где черная гора вот с правой стороны вот с этой ущелья и прямо прошел вот по этой ущелье здесь был хутор вот там же лавина вот хутор дошел и он его как смел с лица земли а приблизительно оно было где-то 150-200 метров высота вот так вот наверх мы смотрели раньше такое случалось раз в 60 лет сейчас ученые ждут новой лавины в течение десятилетия эта местность объявлена красной зоной где запрещено любое строительство последнее что возвели в округе памятник 135 погибшим в числе которых съемочная группа кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего большинство жертв ледника так и не были похоронены этот ледник шел как волна вода была вот с волнами никого никто не нашел не было тот сентябрьский вечер ничто не предвещало беды вдруг те кто находился ближе к ущелью услышали со стороны гор низкий гул племянник Эльбруса Жукаева опрометью бросился в село надо бежать бросим все я говорю как это так а Ольга смотри на ледник и мы посмотрели посмотрели туда и там как туман вот такой бед шел а это был лед а мы выбежали вот на бугоры отсюда смотрели такой ветер поднялся 4 человека нас было за руки держали упирались друг на друга вот на землю вот такой ветер мы испугались местные жители помнят страшные события будто это было вчера ледник несся вниз по ущелью переворачивая машины снося дома и перемалывая попадавших на пути людей и животных Казбек Есенов ехал домой из райцентра с одной мыслью быстрее забрать родную он видел как в один момент адская ледяная мгла накрыла поселок это оборвались электросети люди врасплохе стоят думали они что землетрясение говорят ору какое землетрясение ору перед них сошел ору там все люди погибли ору и хутора нет ару ничего нет и вот сюда прибежали посмотрели на такую там ужас на него посмотреть большие глибы эти всю дорогу закрыл стемнел ну ничего не было видно так хорошо а утром когда встали и спускали спустились сюда это страшно здесь осталось немного стариков живущих скотоводством они успели убежать от стихии на подходе к селениям лавина ударилась в угол ущелья и немного сбавила скорость но что будет с ними в следующий раз никто предсказать не берется что происходит в арктических льдах темп тайны греландского ледника постоянно нарастает как начнется новый ледниковый период это будет огромный кризис для тех же США для той же Канады помимо аномальной сейсмической активности угрожающие симптомы проявляет и мировой океан ученые с тревогой наблюдают как набирает обороты некий глобальный механизм и похоже вскоре воплотиться апокалиптичный сценарий в котором лед и пламень уничтожат человечество в мире идет резкое потепление климата экологи говорят о парниковом эффекте есть и иные версии если социальное напряжение очень велико то общая температура климата вокруг тех регионов где это социальное напряжение велико общая температура повышается чтобы зимой чтобы не дать людям еще и с морозом бороться на всей планете стремительно тают ледники особенно быстро растворяется шапка Гренландии и арктические плавучие глыбы а это означает опреснение вод северного ледовитого океана сильный поток пресной воды идет навстречу одному из основных течений гольфстрима талая вода легче морской поэтому теплый поток гольфстрима размывается и уходит в глубину для миллионов людей это приближающаяся катастрофа это поток теплой воды который который чуть ли не на 10 не на 15 градусов теплее чем вода окружающая то есть представьте это вот именно такой поток тепла паровое отопление северной Европы вот отключите в доме зимой паровое отопление повлияет это на климат в доме я думаю что повлияет если гольфстрим остановится то будет очень мощное похолодание то на северные страны просто замерзнут это будет огромный кризис для тех же США для той же Канады соответственно для всего вставленного на спутниковых снимках из космоса видно что гольфстрим уже породил рукав теплой воды который поворачивает вспять к югу парадоксально но таким образом потепление может вызвать глобальное похолодание гренландский ледник скоро растает до критической отметки до катастрофы осталось немного времени гренландский ледник уже примерно наполовину на 100 километров стаял еще осталось 100 километров темп таяния гренландского ледника постоянно нарастает люди беспечные и бездумные не обращают на это внимания российский ученый Николай Жарвин предполагает что стаянием гренландского ледника сильно увеличится масса североамериканской тектонической плиты этого не выдержит рифовый разлом который находится на дне океана немного восточнее Гренландии так вот согласно гипотезе Жарвина рифовая система это линейный подводный вулкан и он начнет извержение земная кора треснет по швам и вода зальет эти раскаленные тектонические разломы глобальный гидротермальный взрыв создаст огромные сверхцунами которые нам трудно представить если колебания дна будут в километрах выражаться в километрах высоты будут выражаться и сверхцунами как хищные звери они набросятся одной половиной на северо-западную Европу и впрочем и пройдут и дальше на юг и на Африку и на Индию и на Индокитай Китай Японию а другой своей стороной вот вдоль рифта они накинутся на Америку и смоют все на побережьях я думаю что в некоторых местах на тысячи километров смерть от мегацунами эксперты рассматривают среди наиболее возможных сценариев гибели планеты противостоять разрушительной силе волны невозможно она перемалывает в щепки все прибрежные строения затягивает водовороты корабли автомобили и наступает так быстро что эвакуировать всех из зоны бедствия невозможно мегацунами в отличие от цунами это высота волны не 10 не 20 не 30 метров а 100 200 300 500 мегацунами вполне вероятная катастрофа кстати которая встречается даже чаще чем супервулкан где-то посчитано что мегацунами они образуются где-то примерно раз в 100 тысяч лет последнее было по-моему 105 тысяч лет на Гавайи наибольшей опасности в случае мегацунами подвержены островные государства Юго-Восточной Азии и как ни странно Соединенные Штаты Америки первые традиционно расположены в сейсмически опасных зонах а в США южная часть находится под угрозой оползней вулканических пород на Канарских островах если вулкан который там навис над обрывом проснется и рухнет в море образуется волна высотой 500 метров она достигнет даже Нью-Йорка и там зальет все по 30-ти метровую отметку Сергей Винский во время ужасного цунами 2004 года находился в Таиланде он обычно проводил в этой стране новогодние праздники и в тот раз его выбор пал на курортный остров Пхукет ранним утром 26 декабря Сергей вместе с компанией отправился на рыбалку и вскоре началось что-то странное при абсолютном штиле на море поднялось волнение корабль начал покачивать и как-то странно то есть ветра нету но вроде как бы шторм какие-то вот волны и на горизонте появились волны такие с барашками странные в какой-то момент догадался и полез в рюкзак за телефоном у меня с собой был мобильный телефон открываю значит телефон смотрю порядка сотни смс и каждый смс начинает с фразы вы живы? я думаю что такое начинаю пытаюсь дозваниваться до людей которые прислали эти смс связь не работает пытаюсь отправлять смс пишет сообщение у меня тайская симка была пишет сообщение сеть перегружена непонятно туристы не могли понять что происходит всем капитанам поступил приказ уйти из открытого моря и ждать в укрытой бухте лишь к вечеру судам разрешили войти в пункт приближавшимся к берегу бросилась в глаза страшная картина 30-ти метровые корабли висящие на пальме весь берег был усеян обломками а в ближайшем кафе по телевизору шли шокирующие новости видим кадры что любительская съемка она как раз на потонге кто-то снимал с высокой башни там отель есть такой или кондоминиум или отель высокой башни то есть съемка идет что идет волна накатывается значит куча мусора проходит по всем улицам вплоть до третьей линии мы смотрим обалдеваем видно гребень идет здоровая волна а люди просто копают смотрят на эту волну и продолжают даже копаться в песке и потом их накрывают почти весь остров Пхукет оказался покрыт песком перемешанный с частями домов и машин дороги закрыли электричества не было с большим трудом Сергей Винский добрался до своего отеля а наутро стало видно как сильно изменился пейзаж я смотрю на ту бунгало где я хотел поселиться его просто нет то есть его просто смело этой волной там было несколько автомобилей в такую елочку они как бы собраны друг на друге и вот мой автомобиль был на самом верху стихия нанесла по берегам юго-восточной Азии два коротких но разрушительных удара улицы курортных поселков были заполнены растерянными заплаканными людьми почти всех цунами застало враспло в аэропорту когда мы улетали с Пхукета очень много было объявлений с фотографиями типа что разыскиваю там свою подругу своего друга свою жену там своих детей то есть очень много людей потерялось потому что волна пришла в тот момент когда кто-то пошел позавтракать кто-то пошел купаться а кто-то поехал просто допустим на мотобайке там какую-то достопримечательность смотреть и все вот как бы разъехались в разные стороны а потом как бы вот они пытались найти друг друга но среди туристов были и те кто решил не прерывать свой отдых в стране вечных улыбок тайцы быстро навели порядок тела многочисленных жертв стихии убрали почти за полиция в течение недели полностью пресекла мародерство в разрушенных отелях и ресторанах через неделю наступил новый 2005 год и жизнь пошла своим чередом согласно теории Жарвина гигантское цунами неизбежно затопит равнины всех континентов особенно пострадают прибрежные города Нью-Йорку и Сан-Франциско уже подписан приговор не останется практически ничего от западной Европы но они поздоровятся и нам города среднерусской возвышенности зальют реки вышедшие из берегов нетронутыми останутся только земли Урала и наша Сибирь Москва тоже не будет так безопасно как казалось бы я говорил о той воде которая по водоразделам идет по рекам а Москва находится на реке и естественно ее тоже зальет но я думаю что все-таки меньше это не сравнимо будет с Петербургом с его печальной судьбой с печальной судьбой Копенгагена Стокгольма Гамбурга Лондона и всей Британии которая будет я думаю смыта так же как и Ирландия погибнет Исландия и гренландское население но самое интересное Америка плотонаселенная прекрасная гордость современного человечества Америка будет уничтожена под корень Катастрофа вызванная таянием арктических льдов не ограничится цунами Одновременно в атмосферу вырвутся огромные клубы пара в перемешку с базальтовой пылью из вулканических недр Пылевые частицы полностью закроют Солнце и оно не сможет согреть планету Живым организмам будет нечем дышать и они начнут вымирать от холода и голода За вулканической зимой настанет вулканическое лето когда крупная пыль осядет а в воздухе будет витать мелкая и мельчайшая пыль и вот когда мелкая пыль будет оседать наступит по аналогии с ядерной зимой и ядерным летом вот это вулканическое вулканическое лето причем не такое какое бывает при извержении там даже крупных вулканов потому что рифтов вулкану нет равных я называю его король вулканов будет на земле наступит ужасная жара дождей не будет может быть несколько лет жара довершит то что начал ледниковый период облик планеты изменится до неузнаваемости больше не будет того мира с великолепным разнообразием растений и животных жизнь скорее всего спрячется и затем возродится в укромных очагах под поверхностью земли или воды а те люди которым посчастливится укрыться в подземных бункерах будут терпеливо ждать своего часа до воплощения этого ужасного сценария осталось очень недолго где-то в 2017 году хотя если сохранится темп таяния греландского ледника такой как сейчас то до 200 километровой отметки ставят где-то к 2032 году вот это очень опасный период возможно эксперты преувеличивают картину предстоящих катастроф чтобы добиться главного внимания к проблеме ведь чем раньше мы будем знать о вероятных угрозах тем лучше к ним подготовимся что ж таковы самые последние представления современных ученых о нашем с вами будущем как видите оно достаточно тревожно хотя я бы не слишком увлекался апокалиптичными прогнозами наука грозящая нам всевозможными проблемами конечно за последние годы шагнула далеко вперед однако сегодня мы по-моему здорово напоминаем человека который впервые посмотрел на свою ладонь под микроскопом и ужаснулся обилию неизвестной ранней жизни теперь нам с этими знаниями придется жить и учиться их не бояться это была территория заблуждений я желаю вам космического счастья вселенской удачи и вечной любви но прежде чем попрощаться скажу что недавно в издательстве эксмо вышла вот такая книга с оригинальным названием территория заблуждений в ней мы собрали наиболее интересные факты версии гипотезы ученых и исследователей чьи взгляды не вписываются в классические представления об окружающей нас действительности книга уже в магазинах но если кому-то не хватит звоните пишите мы обязательно что-нибудь придумаем до встречи в следующий вторник в 20.00 с вами был Игорь Прокопенко но не переключайтесь потому что сейчас вас ждет пища богу не